Вертолеты в Советском Союзе Стали широко проектировать и строить Лишь после Великой Отечественной войны Не прошло нескольких лет Как на вооружение поступили винтокрылые машины Одним из первых стал вертолет Корабельного базирования К-15 Рассказ о нем в фильме Оружие В 20-х годах прошлого столетия Молодое советское государство Делало первые шаги на пути создания Собственной авиационной промышленности Проектировались и строились Первые собственные самолеты Изучались возможности Создание винтокрылых машин Появился новый вид летательного аппарата Получивший название Автожир Своеобразный гибрид самолета и геликоптер Камов Николай Ильич Авиаконструктор Герой социалистического труда Лауреат государственной премии СССР 1972 года Годы жизни 1902-1973 Продился в Иркутске В 20-летнем возрасте Окончил Томский технологический институт Войдя в историю УЗА как самый молодой студент, выпускник и инженер С 1923 года работал на концессионном авиазаводе «Юнкерс» Затем в ОСАА «Авиахимия» КБ Игоровича В 1928 году молодой, талантливый, амбициозный инженер Камов был руководителем специального конструкторского бюро Центрального отдела общества содействия авиации и химической промышленности Получив серьезный практический опыт создания самолетов, он увлекся винтокрылыми машинами Осенью 1929 года совершил свой первый полет, созданный конструкторами Камовым и Скрыжинским, автожир «Каскер-1» «Красный инженер» Автожир имел оригинальную конструкцию Чузеляж самолета У-1 с хвостовым оперением и большой несущий винт На нем был установлен двигатель мощностью 120 лошадиных сил Через год появилась новая версия машины – «Каскер-2» с увеличенной до 225 лошадиных сил мощностью двигателя Некоторые технические решения, например, шарнирное крепление лопастей, реализованное на автожире «Каскер» Впоследствии нашли широкое применение на многих советских автожирах и вертолетах С 1932 года Камов работал в Центральном аэрогидродинамическом институте Конструкторская бригада под его руководством в 1934 году создала боевой двухместный автожир «А-7» Предназначенный для корректировки артиллерийского огня и разведки Это был надежный, простой в эксплуатации и мобильный летательный аппарат, созданный еще в начале 30-х годов Он широко применялся в народном хозяйстве во время Советско-финской войны, в начальный период Великой Отечественной С 1940 года Камов стал главным конструктором и директором Первого СССР Завода по проектированию, изготовлению и ремонту автожиров С началом Великой Отечественной предприятие эвакуировалось на Урал Винтокрылые машины производились еще некоторое время, но затем были сняты с производства Фронту во все возрастающем количестве требовались боевые самолеты В 1943 году Николай Камов вернулся в ЦАГИ, где занялся обобщением накопленного опыта в области автожиростроения Но его мечтой оставалось возвращение к конструкторской работе После войны Николай Ильич успешно защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук Всю свою деятельность он посвятил работе над винтокрылыми машинами Были созданы первые опытные образцы вертолета В 1946 году Камов возглавил созданное в ЦАГИ бюро новой техники Началась работа над проектированием одноместного вертолета с мотоциклетным мотором Камов отверг одновинтовую схему вертолета, а затем и продольную двухвинтовую В Советском Союзе и за рубежом именно эти схемы считались наиболее перспективными Конструктор выбрал новое направление – соосную схему расположения несущих винтов Именно за такими машинами Камов видел будущее Идею реализовать – это еще не так просто Он ее сделал практически реализуемой, понимаете? Единственной мирой, который реализовал и реализовал ни в одной тысяче вертолетов соосной схемы Конструкция новой машины была абсолютно уникальна Два несущих винта, расположенных на одной оси, одновременно вращаясь в противоположных направлениях Создают реактивную подъемную силу Камов также изобрел совершенно оригинальную систему управления соосными винтами Применив руль по типу мотоциклетного В целом избранная схема компоновки машины сулила много преимуществ Во-первых, все симметричное, удобно Соосная схема симметрична Есть два винта, они вращаются в разные стороны И человек себя чувствует достаточно комфортно Симметричность позволяет просто управлять Это вторая часть И самое главное, наверное, преимущество Это вся необходимая мощность уходит на создание подъемной силы Для создания тяги Нет так называемого рулевого винта Который, в общем, где-то порядка 10-12% Слово, если такое подходит, ворует мощности У нас вся эта мощность проходит через несущий винт То есть получается, тяга вооруженности вертолета Значительно выше, чем у вертолетов Одновинтовой схемы Интерес к избранной камовым конструкции винта Проявляли и зарубежные разработчики В конце 40-х, начале 50-х годов Вертолетостроение во всем мире переживало период бурного развития В разных странах в небо стали подниматься Разнообразные опытные экспериментальные образцы геликоптеров В том числе и соосные схемы Наибольшего успеха в этом направлении Добились французские и американские конструкторы Их машины демонстрировали неплохие летно-пилотажные характеристики Правда, цена серийного производства таких вертолетов По предварительным расчетам Должна была стать неимоверно высокой Более того, опытные образцы не отличались технической надежностью И полеты нередко завершались трагическим исходом Западные фирмы в итоге отказались от дальнейших разработок соосных вертолетов Они не смогли решить инженерную задачу По передаче вот этого крутящего момента Или мощности, нанесущей винт Механизмы, ну, не были доведены до совершенства А Николай Ильич довел Николай Ильич, я подчеркиваю, это большой коллектив людей Довел это до совершенства Сегодня мы обладаем, знаем все секреты соосной машины И мы сегодня на мировом уровне, так сказать Как известное конструкторское бюро Именно по соосной части Камов все-таки сумел реализовать свои конструкторские замыслы Для этого ему пришлось прибегнуть к нетрадиционным методам Идея создания соосного вертолета Тогда К-8 он строил У него уже и он дома проводил чуть ли не испытания Дома строил этот вертолет В 1948 году он создает малоразмерную небывалой легкости винтокрылую машину Одноместный геликоптер был сконструирован из легких несущих конструкций На которых были установлены мотоциклетный двигатель и сиденья для пилота Вертолет «Малютка» благополучно прошел первое испытание и получил наименование К-8 Именно с этого воздушного мотоцикла Началась история военно-морской авиации Советского Союза К-8 Одноместный вертолет соосной схемы Масса 320 килограммов Длина 3,7 метра Высота 2,5 метра Диаметр несущего винта 5,6 метра Силовая установка двигатель М-75 мощностью 38 лошадиных сил Скорость 80 километров в час Динамический потолок 250 метров Впервые вертолет был продемонстрирован широкой публике в июле 1948 года на воздушном параде в Тушино Взлетно-посадочной площадкой для К-8 стала платформа грузового автомобиля Явными достоинствами машины были малый вес, компактность, высокая устойчивость и управляемость в полете А также простота пилотирования Командующий парадом в Тушино генерал Василий Сталин Распорядился наградить летчика Михаила Гурова Который выполнил показательный полет на К-8 орденом Красной Звезды Именно на этом празднике авиации впервые прозвучало изобретенное Камовым слово вертолет Которое заменило прежде применявшийся геликоптер Уникальные технические параметры К-8 заинтересовали представителей Министерства обороны Военное руководство увидело возможность использования экспериментального вертолета Для военно-морского флота страны Перед Камовым была поставлена задача усовершенствовать К-8 И предложить для утверждения проект более мощного боевого вертолета Камову предложили возглавить конструкторское бюро И сосредоточить свои усилия на создании винтокрылых машин морского базирования 7 октября 1948 года КБ Камова приступило к работе над проектом, получившим обозначение К-10 Вертолет предназначался для решения задач разведки надводных кораблей Надводной обстановки И обеспечение связи между кораблями и береговыми базами Внешне новый вертолет не слишком отличался от своего предшественника Рядом с пилотом установили двигатель мощностью уже в 55 лошадиных сил Изменился и несущий винт Лопасти стали длиннее и массивнее Это позволило вертолету подниматься на высоту 2500 метров Скорость опытного образца достигла 115 км в час Кроме этого, он и был оборудован пилотажно-навигационными приборами и радиостанцией Машина не имела колесного шасси И приземлялась на специальной подушке, изготовленной из прочной резины Благодаря этому вертолет совершал посадки не только на грунт, но и на воду Государственные испытания К-10 начались в октябре 50-го года Все технические исследования машины проводились на легком артиллерийском крейсере «Максим Горький» Уже на следующий год Камов получил задание от главкомата флота построить 15 вертолетов войсковой серии Из этих машин была сформирована специальная эскадрилья К-15 стал базовой моделью, с которой началось создание целой серии противолодочных ударных вертолетов Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok